Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, Благоговей приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере, по благодати. Он получил благоволение. Посмотрите шестую главу книги «Бытия». Вот мы видим в этой главе, как достигло развращение, когда происходит смешение так называемых сынов Божьих с дочерями человеческими. И стали рождаться исполины. И как усилился грех на земле. Пятый стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю. Ибо я раскаялся, что создал их. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Это первое такое упоминание о том, что кто-то обретает, получает благодать пред очами Господа. Мы должны понимать, что это по благодати все. Здесь в следующем стиху написано. «Вот житие Ной. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Что это праведность и непорочная. Это также праведность, вмененная Ему и по благодати. Потому что нет праведного ни одного. Сам по себе, да? Мы читаем в третьей главе Послания Христа. Нет доброго, нет делающего. Добро нет ни одного. Соответственно, если кто-то обретает благодать, это по причине того, что Господу так угодно. Он избрал. Он избрал из всего множества людей. Например, в пятом стихе здесь написано, мы уже читали, что увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Ной не был безгрешным, он не был безгрешным потомком Авраама, но он обрел благодать. Ной также, само имя означает утешение. Когда рождается Ной, это мы читаем в пятой главе выше. Ламик жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей, в трудах рук наших при возделании земли, которую проклял Господь. Утешение в Писании связано с искуплением. Утешение через искупление. Через Ной придет искупление и таким образом утешение избранных. Интересно, здесь мы читали, что верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговее приготовил ковчег, то есть вот этот корабль, для спасения дома своего. И этой веры насудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Когда было сказано Ною, когда Бог говорит Ною, конец всякой плоти пришел пред лицом Моя, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. Это тринадцатый стих шестой главы. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. И он дает ему указания. Когда происходит это, на тот момент не было еще дождя на земле. Дождь никогда не падал на землю. Это было нечто неслыханное. Потому что в то время климатические условия были таковы, что пар поднимался от земли и орошал все лицо земли. Мы это читаем еще во второй главе. То есть вот эта твердь, которая разделяла воду над водой. То есть вода, которая вокруг круга земли при сотворении. Она создавала такую вот водяную подушку, которая делала климат на земле очень мягким, теплым и как бы равномерным на тот момент. Вот мы читаем в первой главе Бытия. И сказал Бог девятым стихом. Да соберется вода, которая под небом в одно место доявится суша. А до этого, да седьмой стих. И создал Бог твердь, отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. То есть своего рода как Он раскинул вот этот вот шатер небес. И вот этот вот шатер отделял воду, которая над твердью, от воды, которая под твердью. То есть вот это вот разделение атмосферное. И вот это вот огромное количество облаков первоначального творения содержало огромное количество воды. Вот это все произойдет извержение во время потопа, когда вся земля покроется водой. Так что даже верхушки гор будут покрыты водой. Мы это читаем потом в описании этого. Так вот, но тем не менее, во второй главе написано, 5 стих и 6 говорится, что «Всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли». То есть климат был другой, не было дождя, и когда Господь дает Ное указание о том, чтобы строить ковчег, это было из ряда вон выходящее. Сколько лет было Ное, когда, в общем, когда первый Господь явился ему? Он ходил, народил трех сынов. Так, Ное было 500 лет, и родил Ноя Сима, Хама и Афета. 500 лет. При начале, по-моему, 120 лет проходит, да? 120, да. Ну вот, кстати, вот по поводу 120 лет, я вот недавно слышал тоже одного проповедника, он говорит, что, ну, точно ли столько это заняло времени в тот момент, как сказал, началось-то. То есть мы точно не знаем, мы знаем, что примерно период был вот такой, вот, ну, как минимум 100 лет. Это было грандиозное строительство. И все это время, пока шло это строительство, во 2 Петра написано, что это было само то, что он делал, и свидетельство. Это было своего рода проповедью. И очевидно, что он не молчал. То есть это не было просто строительством. Открою 2 Петра. 5 стих. 2 главы. Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноев, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. Вот здесь в контексте говорится о том, что суд Божий не дремлет, да? Он не пощадит, он обязательно произведет суд по правде. Вот, и здесь говорится о первом мире, о первоначальном творении, который был истреблен, но восьми душах, то есть Ноя, его три сына, их жены. А в этом он, ну, его жена, и, соответственно, и три сына, и их жены, он так сохранил человечество, сохранил семейство Ноя, который назван здесь проповедником правды. Он проповедовал праведность, когда навел потоп на мир нечестивых. В послании Кирея мы сейчас читали, что он, благоговее, построил ковчег. Интересно, что сам Господь Христос говорит о том, что о пришествии Сына Человеческого. Будет подобное тому, как наступил потоп, как во дни Ноя, да? Он говорит, люди жили беспечно, покупали, продавали, женились, отдавали замуж дочерей. Вот, и явился потоп. То есть не было никаких предзнаменований, кроме того, что на сухой земле стоял огромный ковчег. И люди откровенно не верили, они смеялись. Вот вам, пожалуйста, да, практическое применение. На каков КПД, каков коэффициент полезного действия проповеди Ноя в плане обращенных? Никто не обратился. Вот, он назван проповедником праведности, проповедником правды. Но он не был популярным проповедником, очевидно. Он не собрал большую церковь. Вот, и над ним, над ним все это время, наверное, смеялись. Зачем ты строишь нелепое какое-то деревянное огромное сооружение, если дождя вообще не бывало на земле? То есть это было неслыханное явление. То есть он верил в то, что будет, то, что откроется. Он поверил. И вот смотрите, ведь прошел долгий период времени, да, 120 лет, представить себе, да. Ну, мы не живем сегодня на весь срок человеческой жизни, сократился из ряда, да, с тех пор. Никто не живет по 500 лет, 600 лет, то есть это неслыханно. Вот, но средние, там, допустим, 70-80-90 лет, там, ну, кто-то максимально 110, долгожители 120. Вот представьте себе, Бог обратился к человеку один раз за все это время, да. То есть тут нету никаких ссылок на то, чтобы Бог продолжал говорить с Ноем во все время, пока он строил ковчег. Он дал ему указание, он сказал, что я наведу потоп, я истреблю всякую плоть. Он дает ему указание. Сделай себе ковчег. Сделай его таким образом. Сделай три жилья, осмоли его, сделай отверстие и так далее. Он дает ему указание. Но после этого, я не думаю, что у Ноя были каждый день откровения. То есть он жил с верой в то, чего еще не было. Вот в этом смысле это можно, конечно, сказать, что это было осуществлением ожидаемого. То есть сути. То есть он по вере и верой своей как бы осудил мир, потому что он верил в то, что невидимо. Вообще вот эта вот галерея славы, которую мы сейчас вот прочитали, 11 глава, тут в принципе все герои, которые тут описываются, Авраам, тут даже говорится о его жене Саре, которая, будучи неплодно, получила силу к принятию семени и так далее. Все вот эти перечисленные люди, будучи странниками, они жили верою, верою в то, что еще должно быть в будущее. Смотрите, 20 стих, например, прямо говорит. Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верую в будущее. То, что еще не наступило. Авраам приносит в жертву, потом будем подробнее говорить. Исаак, имея обетование, принес единородного. То есть единственного сына своего он готов принести в жертву. И написано, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Он его получил фактически из мертвых. То есть Бог дал ему понять, что должна быть принесена жертва. И овен, запутавшийся рогами в чаще, который является образом Христа, он умрет для того, чтобы Исаак жил, для того, чтобы потомство Авраама могло жить. Вот все эти люди, они смотрели вперед. А вот теперь вопрос к нам. Наша вера, если у нас есть вера, куда она смотрит? Потому что если смотреть на этих ветхозаветных святых, их упование, как правило, было смотрело вперед. Например, Ной, потопа еще не было. Если говорить сегодня, то тоже еще не все произошло. Второе пришествие еще будет. И одно из вещей, которые оспаривают неверующие, язычники, атеисты и прочие, что не верят, что наступит конец света. Это одна из вещей, почему христианская проповедь выглядит глупо в очах мира. Посмотрите. Опять же, мы 2 Петра уже открывали. Еще раз откройте. Тот аспект, что наступит конец света. Как наступил потоп, а ничего не предвещало, что он будет. Люди же считали, что это что? Что Ной с ума сошел, наверное. Наверное, таким же образом смотрят на христиан и сегодня неверующие. А все потому, что ничто не предвещает, собственно говоря, то, что будет вот такое пришествие. В 3 главе 2 Петра, с 1 стиха, Петр говорит, это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминание возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестий вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». То есть обитает праведность. Один из аргументов, который возводили тогда, во времена первого творения, и сейчас это то, что все идет как бы как запущенные часы, да? Солнце восходит, солнце заходит. Все идет по своей стезе, и ничто не предвещает вот это пришествие. Где обетование пришествия? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Кстати, один из аргументов сторонников теории эволюции. Они говорят, все остается так же. То есть, допустим, сказать, что когда говорят верующие, что Земля была сотворена 6 тысяч лет назад, они говорят, да как такое может быть? Она гораздо старше. И причина, почему они говорят, что они смотрят на течение времени, на все, как если бы все происходило одинаково все это время. Другими словами, они не осознают, что Господь, создавший все, Он создавал сущее все так, как если бы оно уже имело какой-то возраст. Например, Адам, которого сотворил из праха земного, он сотворил его взрослым. Мужчины, мы не знаем, каков у него был возраст, но он точно не был младенцем в памперсе. Соответственно, Земля, когда она была создана, человек, который бы посмотрел на нее, сегодняшний атеист, ученый, он сказал бы, что это Земля сколько-то миллионов лет. Просто потому, что она создана, она имеет уже какой-то отпечаток. То есть, представление о том, что все идет с одинаковой скоростью, это представление неправильное. Это часть вот этого ослепления людей, которые не понимают, что Господь, создавший все, таким же неожиданным образом положит всему конец. И от того, что солнце сегодня село, это еще не является гарантией того, что завтра оно обязательно взойдет. То есть, те так называемые законы, которые есть, они держатся, содержимое здесь написано, тем же словом, сберегаются огни на день суда. И Господь только знает. Мы знаем, что Писание говорит, что это будет неожиданно. Неоднократно говорится о том, что пришествие будет как тать, как вор ночи. Что люди будут есть, пить, веселиться, будут продавать, жениться там, выходить замуж и так далее. И наступит конец. Это не будет глобальное потепление. Не будет... Это не будет через какую-то атомную ядерную войну и так далее. Это будет достаточно неожиданно. И вот этот эффект неожиданности, я думаю, Писание о нем говорит, что мы точно не знаем, когда все это будет. Потому бодрствуйте. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа. Поэтому можно хотя бы успокоиться, что мы не погибнем от потепления глобального или еще какой-то ерунды, о которой сейчас несут либералы. Что это не будет основанием погибели. Что это будет достаточно мгновенно и неожиданно. Что еще у нас вот о мное? Да, при этом, если он назван проповедником правды, мы можем предположить... На самом деле, тут даже не надо предполагать, дважды говорится о том, что он проповедовал. То, что мы читали сейчас во втором Петра, что он являлся проповедником правды. И в первом послании Петра также упоминается о том, что он проповедовал. Смотрите, здесь это мы читали во второй Петра, вторая глава, пятый стих, но и назван проповедником правды. Теперь откройте первое Петра, третью главу, двадцатый стих. Третий стих, вернее, третья глава, двадцатый стих, написано «Некогда непокорным, ожидавшим их Божьего долготерпления». Ради контекста, потому что иначе мне не будет понятно. Вот. Зачтем с восемнадцатого стиха, третьей главы, первого Петра, по двадцатому. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник, за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьего долготерпения, водниное, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Сложный отрывок, который дает основание некоторым говорить о том, что Христос, после того, как Он пострадал на кресте, сходил в ад еще. Ну, есть вот иконы православные, знаете, да, сошествие в ад и так далее, что Он сходил в какое-то место, в место, которое называется Хадес, или же ветхозаветное представление об Аде, как месте нахождения мертвых душ, да, умерших людей. Это не обязательно гиена огненная, это не гиена огненная еще. Огненное озеро еще будет. Это место, где содержатся умершие. Вот это вот темница. Здесь это как бы отражается. Однако, смотрите, здесь написано, что ожив духом, праведник за неправедных, быв умещен по пути, но ожив духом. 19 стих, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал. Некоторые считают, что духом Христос, как бы, возвестил тем, которые были когда-то непокорны во времена Ноя, он возвестил о своей победе. Например, Герман Хуксима считает, что грамматика вот этого отрывка все-таки указывает на то, что это сам Христос не телесно, но духом возвестило своей победе. Вот. Но более гармонично, помня о том, что этот же апостол во втором послании своем называет Ноя проповедником правды, что этот же самый дух Христов, мы знаем, что свидетельство Иисусова есть дух пророчеств. Да, книга Откровения, 19 глава, говорит об этом, что пророками двигал дух Христов. Когда они проповедовали, это был единый дух, дух Христа. Так вот, этот же дух проповедовал в одни Ноя через самого Ноя. То есть, он этим духом проповедовал во время строения Ковчега. И это будет, наверное, более, не знаю, правдоподобным, то, что через Ноя была вот такая вот проповедь. Этим же духом он проповедовал во время строения Ковчега. В Ковчеге спаслись только восемь душ и спаслись, написано, от воды. На самом деле, на греческом больше здесь спаслись водою. Воды потопа были одновременно водами спасения для Ноя. Помните, мы просто разговаривали о Енохе, которого и не стал его, потому что Бог взял его. Разумно предположить, как предполагает, что Енох, поскольку он также был проповедником, и он проповедовал, а если он проповедовал, то есть ему приходилось как Иоанну Крестителю, как пророкам Ветхого Завета, как всем истинным пророкам называть вещи своим венами. Допустим, гомосексуализм называть грехом, прочие грехи называть грехом, и он вызывал, скорее всего, большой поток ненависти в свой адрес. И потому, когда написано, что Бог взял его, Он взял его, чтобы его не поглотили нечестивые, то есть Он избавил его от них. Подобное же происходило, скорее всего, с Ноем так же. То есть, Ной спасся, здесь написано, спаслись от воды, фактически водой. Те же самые воды, которые потопили нечестивый мир, эти же самые воды подняли его ковчег над этим потопом, над погибелью, ковчег не погрузился, и он был над водой, и в нем, в этом ковчеге, эти восемь душ спаслись. Вот. Почему это знаменательно? Дальше здесь Петр говорит о крещении, что крещение христианское отражает таким же, так же дух суда и дух огня, дух святой. В Исаии в 4 главе 4 стихом написано о том, как откройте на секунду пророк Исаия, о том, как очищение грехов наших происходит духом суда и духом огня. А воды, вода вообще, является образом духа. 4 стих 4 главы Исаии говорит, когда Господь омоет скверну дочерей Сионы и очистит кровь Иерусалимы, из среды его духом суда и духом огня. Это перекликается с тем, что говорит Иоанн Креститель. Я крещу вас водою, но идущий за мной будет крестить вас духом и огнем. Будь здоров. То есть, крещение водою, поэтому Петр ссылается здесь, вот эти вот несколько идей пересекаются, он говорит, так и ныне подобное сему образу крещения, ни плотской, ни чистоте мытья, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. То есть, истинное крещение, крещение духом и крещение кровью является вот этим очищением, которое производит обещание, или же ответ доброй совести. И этот же самый дух суда и огня, который опалит нечестивых, для нас является спасением, как и во время потопа. Воды суда, эти же воды были во спасение Ноя. И вот здесь мы видим вот это центр, да, Писания, как одно и то же солнце правды, которое является огнем поедающим для нечестивых, для нас является лучами исцеления. Ведь мы сами по себе чем лучше других людей? Только по причине ковчега, который есть Иисус Христос. Иисус Христос есть ковчег. Интересно, посмотрите, Господь так усмотрел, что одно и то же слово используется, вот слово ковчег, как корабль, и как ковчег завета. То есть, на самом деле, слово ковчег, оно имеет базовое значение, как некое вместилище. Что касалось вот этого сооружения, деревянного, в котором хранились скрижали завета, также и ковчег, построенный для спасения Мноя и его потомства, это было некое вместилище, которое должно было что-то сохранить. В одном случае закон, скрижали завета, в другом случае спасти людей. И вот тут мы подходим к образу Иисуса Христа, в котором все сходится вместе, и который является и хранителем закона, потому что он исполнил все, и в нем происходит спасение. И те, которые в нем убегают, Господь из крепкой башни, убегает в него праведник и безопасен, вот так же происходит и с нашим спасением. Ной таким образом созидает вот этот ковчег и потом он входит туда, он сыновья его и потом остальное творение животное, то есть он спасает животное творение так же. Опять же, Ной говорится, что хотя он праведник и проповедник праведности и он указывает так же на Христа, он является образом Христа, потому что через него приходит конец. Христос так же является предзнаменованием конца. Христос пришел, чтобы таким образом исполнить обетование. Он пришел первый раз, он придет второй раз и тогда конец. в этом отношении он как Ной предзнаменованием конца первого творения у Ной Христос является предзнаменованием конца второго творения. Последние дни начались со времени пришествия Иисуса Христа. Последние дни будут не когда-то там перед мифическим земным тысячелетним царством, а последние дни они сейчас. Последнее время дети последнее время говорит Иоанн явились антихристы последнее время сейчас и последние дни эти последние дни начались со времени Христа. Отчет пошел вот этому концу. В этом отношении много здесь общего. Ной все-таки был человек он не был настолько праведным чтобы быть безгрешным и самому заслужить какое-то благоволение в очах. Мы это знаем хотя бы потому что после того как уже совершается потоп что происходит он насадил виноградник и он напивается до пьяна так что лежал ногой возможно там не знаю что он там делал но факт то что он явился зрелищем и один из его сынов нечестивый он начал над ним насмехаться да ну факт то что Ной не во всем является примером для подражания и все все святые в писании они являются святыми постольку поскольку их избрал господь поскольку они были верующими но никто из них не был абсолютно совершенным так что можно сказать надо его канонизировать на него нужно молиться потому что его молитву Бог слышит писание не поддерживает такого рода идеи хорошо есть какие-то вопросы по поводу ноя 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 есть еще такое толкование когда сын не просто открыл наготу то есть когда идет это выражение открыл наготу да 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 переспал переспал с отцом да да но в принципе открыть наготу если по книге левита да там то есть открывший наготу вот но неизвестно там то есть просто ли там пацаны просто ли там насмехались но факт то что это уже было разумеется ну неправильным со стороны мягко говоря остальные зашли спиной там бросили на него набросили на него так то есть не знаю просто он издевался что там было дело но факт то что речь даже о самом но и что он по крайней мере был так же человеком со слабостями и тем не менее он был проповедником правды вот и ну опять же ободрением для нас должно быть то что как я сказал что КПД его проповеди в плане обращения если Господь не дает обращения то это не производит эффекта 120 лет прошло со времени когда ему явился Господь и сказал о строительстве Ковчега и после того как уже он вошел в Ковчег это приличный срок ну статистика вообще-то печальная если смотреть с альминянской точки зрения то есть что у ноя ни одного покаявшись что и дальше мы не видим никаких прогрессов пока Господь если не проживает мне кажется человеку это невозможно послание Кремл нет праведника ни одного да то есть на всей земле нет не то что там в этом самом нету в Содоме и Гаморе ни одного праведника на всей земле их нету да интересно что мы читали веру он осудил тогдашний мир здесь написано о самом ное то есть вера она вера она является вот этим свидетельством является то есть через веру одного является неверие всех остальных через это он сделался наследником праведности по вере обратите внимание так же наследником праведности то есть он наследовал благословение это не было заработанным это не было чем-то заслуженным это наследие святые получают наследие как человек который просто становится получателем того что оставляет ему допустим богатый родственник он наследник окей наследство невозможно заработать оно передается по праву там родственному праву но в любом случае человек родившийся в доме он никоим образом сам не заслуживает ничего он просто является будучи сыном или же внуком или потомком он наследует то есть это просто передается так же и здесь Господь наследует делает его наследником праведности по вере праведность которая явлена через веру опять же праведность которая идет от Бога по благодати через Иисуса Христа Господь да благословит нас так же чтобы мы могли подражать его вере и вере остальных святых описанных здесь в том что то что еще невидимо вообще посмотрите вот этот аспект невидимого он здесь неоднократно подчеркивается само определение веры здесь дано как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом невидимом на самом деле мы верим допустим что веки устроены словом Божиим так что из невидимого произошло видимое проблема опять же так называемой науки состоит в том что она пытается все искать в видимом она не может пойти дальше того что можно пощупать потрогать увидеть и соответственно исходит только вот из этого и они не могут понять и никогда не смогут понять как произошел мир как все произошло потому что причина нужно искать которая стоит вне этого мира а именно эту причину они фундаментально отрицают они ищут причину внутри самих там молекул частиц под частиц под 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 частиц то есть они ищут где-то внутри правда это причина но причина не может быть внутри она должна быть вне из невидимого произошло видимое невидимым является Бог по определению из него все он есть безначальный он всему дал дал жизнь и существование он он Продолжение следует...